1 2 3 4 5 всем здрасте с вами сварок и сегодня мы поговорим о новостях которые были в игре а на фоне как раз таки еще и параллельно с этим я провожу тест насколько душной стала игра так вот нам давно выпили новость что у нас будет добавлено количество лик то есть еще шесть как раз там по 300 очков плюс минус до 9000 кубков скорее всего так она и будет это все конечно же хорошо но есть одно но игра tower defense в моем понимании есть смысл что ты строишь башенки чтобы убивать монстриков и чем твои башенки лучше тем лучше убиваешь монстриков соответственно побеждаешь быстрее и качественнее но у нас есть проблема а именно тошнотворные всяческие пики которые просто аннигилируют в моем понятии сам смысл tower defense и когда ты играешь в пвп с оппонентом с не знаю с 1000 крита говоря про себя могу сказать что у меня его почти две с половиной там без малого и очень сильно расстраивает когда чел с 1000 крита выигрывает потому что у него есть ведьма шаман там на котлах сидит и спамить тебя всяким разным но это как бы ладно это бог с ним это одно но тоже не очень справедливо когда чел который по сути играет там первый месяц зашел в игру и такой типа а я могу побеждать оказывается не собирая там не улучшая ничего в своей колоде чуть-чуть попался выбил шамана и как бы ну все окей сейчас на ваших экранах я воюю в событии и за 8 боев у меня попался только один пик когда оппонент был недушным очень много дыха с ведьмами очень много шаманов и при новости что нам сделали еще больше ли конечно же много игроков будет идти побеждать поднимать 7 8 9 тысяч кубков но параллельно с этим как мы можем видеть и в кланварах и просто событиях очень много игроков играют непосредственно через душные пики потому что они побеждают ну по факту они побеждают и с одной стороны да конечно же это хорошо что есть колоды которые побеждают на низком уровне но почему эти колоды душные почему так происходит все просто нам порезали имбовые колоды и не трогают только шаманов ну и плюс еще ведьма которая до сих пор удивляюсь почему не по таймингу работает ее проклятие на постоянку то есть если бы сделали проклятие ведьмы там секунд на 10 пускай даже 15 окей это было бы попроще нежели когда у тебя ведьма разочек попала в какую-нибудь высокоранковую пешку ну и все в принципе и хватит и тут уже не важно имея там 10 15 там 48 дыха или любую даты пешку ты уже ничего не сделаешь если ее не уберешь да окей есть выход дед но дед далеко не во всех колодах играется давайте говорить по чесноку дед играется с культами дед играется с танцами и сынками еще можно поставить деда но опять-таки у тебя дед один используется он только для расстановки стола а никак не для того чтобы ты его тоже постоянно улучшал максим и ты мог им двигать свои пешки потому что тогда ты не сможешь а под свои пешки тебе нужно контролировать более внимательно и если ты играешь на тех же культистах с орлики нам то окей еще более менее как-то можно но инки играются и танцовщицы с утильщиком и куда полетит капля там очень сильно непонятно поэтому это все очень сильно расстраивает и ты стараешься ты опаешься ты фармишь голду чтобы поднять себе что-то какой-то крит чтобы какие-то пешки выбить кого-то запад чтобы они наносили как-то больше урона чтоб ты больше жилу тут приходит токсик и начинает тебя душить я не говорю про матчмейкинг матчмейкинг вообще зло у меня было несколько сливов подряд и тут не попадает игрок с 20 снежинкой ну как бы да окей в событии у нас 1000 крита что у меня что у него но 20 снежинка это 20 снежинка это не 20 тренер поэтому я думаю что тут уже все более-менее понятно матчмейкинг говно по факту если раньше был подбор более-менее по кубкам и ты имея там 1800 2000 крита залез в 6000 кубков ты мог также внорваться на такого же как и ты игрока который залез в те же самые 6000 кубков но сейчас не знаю у меня что не бой то я играю против хайлов лов у которых 20 и 15 снежинки гайки лег шмоту с легендарными предметами герои прокачка персов тоже там почти что до потолка и очень сильно из-за этого подгорает матчмейкинг говно по факту также по факту подбор даже банальных противников но тоже очень не особо и если матчмейкинг почему-то зависит от эффективности то есть я спрашивал саппорта когда у меня подгорело сильно ну вот ребят смотрите я играю на своих колодах там с тем же самым недавно было десятым инквизитором против 15 танцовщиц как бы там все понятно и так что в любом кланваре я играю какой-то более-менее колоды которая может вывозить и против меня попадаются игроки с 3000 крита и понятно там полный фарш я спросил у саппорта саппорт не ответил так что это все идет по подбору вашей боевой эффективности вопрос насколько охеренная должна быть боевая эффективность что меня кидают по сути против игрока у которого все ну все вкачано то есть 300 тысячи крита это плюс-минус 15-20 герой полная прокачка всех пешек ну кроме легендарных и там пару легендарок будет каких-нибудь 15 там 14 уровней и это расстраивает все помнят что у олд клэша был видео про им балансного очень сильно ломаного некроманта и потом это все типа завирусилось и некро порезали почему бы нам не завирусить вот то же самое про подбор про имбовых оппонентов которые попадаются ну даже банально дорогие разработчики если вдруг это видео вам попадется суньтесь так же как и я 10 боев подряд в любом событии где вы можете выбрать колоду сами свою сыграйте 10 боев и вы посмотрите и увидите насколько душная будет игра потому что вы играете всегда против шамана вот у меня единственный бой наверное из восьми подряд был против танцовщиц все остальные колоды танцовщицы как бы там даже не вывезут никак ведьмы шаманы ведьмы шаманами часы с метеорами ну блин простите меня пожалуйста зачем вы так делаете tower defense превращается в тошниловку и душниловку это же не тот формат который все ждут пожалуйста вот дыха с ведьмой и все тут уже ничего не сделаешь нет в этом бою по моему прилетит в четырех рангового дыха и все тут ггвп или в трех рангового сначала прилетает и я не могу даже его убрать потому что мне нечем ну все а колода расстановки игры дыха со сглазом тут дед ну в принципе не предусмотрен вот его сунешь вместо чего поэтому ну дорогие разрабы давайте как-то чинить все делать опять-таки клан вар идет подбор по кубкам но по моему там же идет еще подбор не только кубков но еще и престижа всего клана и тоже сильно удивляюсь когда сегодня нам попался в противниках апекс у которого почти весь состав пересек границу 7000 кубков и у нас такие типа ребята ну чё повоюем они банально на множитель очков вылетели вперед очень сильно то есть тут даже уже ничего не сделаешь но это ладно это клан вар и я не говорю что в клан варах не попадается такая тошненная команда врагов что я уже ничего не могу даже сделать с ними потому что я сегодня играл против миллиона ведьм наверно против орды шаманов и только один бой у меня был против 14 робота с десятыми часами ну вот все остальные игроки плюс-минус 2000 крита раскатывают как не знаю как у боец мма пришел детский садик и всех нагнул то же самое я чувствую в событиях которые клановые но мы вернемся опять-таки к тому что я показываю свой на экране сейчас а именно подгорание от того что 90 процентов боев идет против душнин мое понимание тар дефанса это колода пешек башен неважно который ты выставляешь чтобы ты убивал своих крипов но влияние на чужой стол но это ребят но это зашкварда ну серьезно когда ты пускай даже с любой мбово дд колодой которая не будет в плане метеора потому что на метеора вообще в принципе не работает и метеоры ну как бы их не канает вообще ведьма их мало канает тот же самый шаман который может понизить ранг но ты выбираешь метеора чтобы он давал много урона поэтому тут чуть другая механика но остальные то пешки которые дают урон тот же дх тот же культист ты не будешь делать себе седьмого или шестого деда параллельно шестым культом в основании креста потому что у тебя нету столько места на столе чтобы иметь дополнительные какие-то как ячейки для хранения вот этих вот пешек которые пригодятся вот что расстраивает пожалуйста вот мы играем против метеора часы демонолог с этим самым с товарищем который вызывает архидемона на сферах своих все создано для того чтобы просто душить а нормально играть мы будем или нет или теперь у нас вся игра переходит в разряд душнилова тогда тут уже можно смело сушить лыжи и готовится к тому что как только появится что-то более менее вменяемое в маркетклейсов то мы будем играть другие игры потому что это не выход а ты играешь против душнин против шамановодов когда ты периодически не успеваешь даже не то что выставить стол сделать какой-то случайный моноап нужной пешки потому что тебя все просто уничтожают аннигилируют ну кому он как так должно работать в этой игре чтобы это было комфортно комфортно не только шамановоду но и простым игрокам которые например не играют на токсиках я очень сильно осуждаю токсиков да иногда я на них играю в тех же кланварах когда я понимаю что по-другому ну уже никак но блин это же не на постоянку 5-6 боев в кланваре там откатать потому что нужно победить нужно забрать награду за первое место но блин это же постоянно пвп любое пвп орда ведьм орда шаманов сводом ведьмы тем более их стало очень много пускай нам пишут что ведьма не настолько играбельно и процент игры снизился снизился ведьмой 70 до 40 но блин чтобы играть ведьмой нужно выбить ведьму а чтобы играть с теми же танцовщицами их нужно апать постоянно повышать их уровень повышать статую того же химика если ты играешь с химиками тебе нужно иметь утиля играя с ведьмой тебе нужен любой д.д. котел не морликин ведьма ну в принципе там даже не нужно повышать ранги пешек в общем подгорает очень сильно но я надеюсь что разработчики что-то с этим сделают потому что душно токсичные пики все таки не должны быть метовыми я считаю поэтому на этом все всем воскомного рандома богатого дропа мирного неба над головой ну и готовьтесь превращать календарь ведь скоро 3 сентября всем удачи с вами был сварок